Девушки отдыхают Камера готова Сюда Никакой лирики Нам нужен настоящий бунтарь Неравнодушный человек Попробую Мы готовы Внимание Начали Шеринда, Беринур, Баладыр, 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 Булщил, Дай, Люли Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит Что закопано, то и вырыто всяк своем огороде царь Нельзя болиться за царя Ирода, не велит Богородица Ах, какие милые лица, ах, какие милые лица славно времечко провели За царя Ирода нельзя молиться за царя Ирода нельзя молиться, Богородица не велит Зимовать улетают птицы, а жить пройдет не воротится За царя Ирода нельзя молиться, не велит Богородица Шагадам, магадам, заговор, выговор, ювелир взял в нивелир Нельзя Нельзя Стоп, камера, послушайте, подождите, куда вы? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Играет музыка. 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 Это понятно. Да, меня можно мелом обводить. Имей в виду, здесь дети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что не зажило до свадьбы, то и после свадьбы не заживет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут спора не получится. Факт. Все-таки вернулся бумераг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 она же формально приезжает из-за серии чп на нашем заводе так ну вот пусть этот пенек инженер по охране труда и расхлебывает да и позови мне эту курицу из приемной встречать вместе поедем я один но может лучше с вами да знаю я знаю я же тебе говорю догоню звонок я жду от губернатора звали господин мэр губернатор молчит молчит но если хотите я сама позвоню вы что-то знаете я не сливают да терял доверие губернатор молчит следователь едет я узнаю обо всем последний как такое возможно говори курица клянусь вам если бы я знала я бы все закончим разговор ни о каких китайцах ни о каком снадобие разговора не было никакую визитку я вам не давал кстати где она не знаю куда-то затерялась затерялась имейте ввиду если что-то случится это всего откажусь где мой водитель пока не нашли уволен вы опять пропустили сеанс прошу прощения замоталась вы завтракали что нет не успела хотите кофе я запретил вам пить кофе я говорил что вам нельзя нет я не для себя просто мне с детства нравится запах такой запах должен быть у счастья вам надо больше гулять больше находиться среди людей да да вы говорили но у них у каждого свои дела не всегда чем-то заняты я как будто подглядываю за ними и мне стыдно как по-китайски будет стыд больше не пропускайте сеансов меру спать сны будоражат а правда что у всех китайцев пение с размером с большой палец руки на заводе это уже четвертый случай никаких признаков нарушения не технических сбоев в каждом случае человеческий фактор а это уже не по моей части разве нет черт его знает как он внутри изделия оказался я его что ли туда засунул а край ним обязательно сделают меня она сюда для этого и едет я в тюрьме не выживу я там повешусь но она у нас этого нельзя это бунт ты что бунтарь мой тебе совет запасайся червями что бунтарь это бунтарь а а и а а и а а а а а а Ой, я молодая. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень извиняюсь. Врача брату вызвала, а мне товар принимать надо. Никому доверять нельзя. Просто посидите с ним. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Осторожно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты выжил? Вчера ж свадьба была. Свадьба не похороны. Никого звать не надо. А он мне так и сказал. У меня брат женится. Я завтра за руль не сяду. Давай вместо меня. А мне же пить нельзя. У меня гидроцефалия. Водянка головного мозга. По-простому, по-нашему. Стоп. Остановись здесь. Понял. После завода заберешь меня отсюда. Группа на месте. Я к вам позже присоедусь. Держай. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. А мы тут каждый день с дочкой гуляем. Поджимаем. Да. Алло. Кто это? Чего? Откуда у вас этот телефон? Где вы его взяли? Ну всё, приплыл твой чувачок. Алло, где хозяин телефона? Отвечайте! Пласт исклеил. Прижмарив. Сволочь! Сволочь! Предатель! Сволочь! Ой, твою! Ты ж, ты что? Ты живой, что ли? Живой! Тут ты сволочь! Сволочь ты! Надо бы отделить жертву от места происшествия. Ну попробуйте. Тут особая марка бетона. Выдержит прямое попадание атомной бомбы вероятного противника. Подключение? Война. Прямо лучше. Война. 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 А что случилось с этим рабочим? Грановщик. Он же еще мальчик совсем. Его обнаружили в карьере. Щебнем засыпало. Он был не на смене в свой выходной. Несчастный случай. Завод ответственности не несет. Он даже был без сказки. Как он оказался в карьере, если был не на смене? Забрел. Охрана непосредственно на складе не предусмотрена. Экспертиза показала, был выпивший. Не пил он. Не пил он. У него язва была. Он вообще не пил. Ему дружки, конечно, советовали. Выпей водки, язва затянется. А он в рот не брал. А вы вдова? Конечно. А страховку платить не хотят? Сами же роют и страховку не платят. Говорят, муж был выходной и выпивший, а он вообще не пил. Да лучше бы он пил. Сейчас на диване лежал. Они в могиле. Им бы только страховку не платить. Совести у вас нет. Здравствуйте. Студентка? Что? Студентка, тут должна быть моя ночная ваза. Простите? Утка, судно, горшок. Возможно, она отнесла его в ванну. Поспеши, я могу не выдержать. Я самолечением убил свою мочеполовую систему. Мой-то сначала за моей сестрой ухаживал. С первого класса. А у неё корона на голове. В тринадцать лет, во, полнопазухой тетёк. Она после школы, конечно, в Москву уехала. Проституткой зарабатывать. Что за черви? Складбище? Тихо. Обычные черви. Дождевые. Накопали. Дождей много было. Червей сейчас как грибов. Сестрица моя, как узнала, что её поезд ушёл, вообще понеслась во все тяжкие. Покатилась под горку. Нам после этого, конечно, ни копейки. Зато себе такие губища отрастила. Из-за спины видать. Она с ними даже по телевизору выступала. А мама, что моя, когда увидела по телевизору, чуть на богост не отправилась. Шлюха. А у нас, между прочим, любовь была. Хотите вертиха? Ты бы пошла домой. Мешать будешь. Не дёшево покупаешь прокуратуру-то. Макароны. Я от своих денег не отступлюсь. Я до Путина дойду. Иди, иди. А так, к вашей жены сам бы повесёлся. А он выбрал четыре тонны щебня. Скажите, почему погибший работал в лакированных туфлях? Это подарок. Фабкома. Всем привет. Как успехи? Все три заводских ЧП не несчастные случаи. Это самоубийство. И мне кажется, вы об этом знали. Опыт подсказывал. Вот что значит специалист из центра. Нам у вас ещё учиться и учиться. Браво. Ну, какие дальнейшие планы? Чуть не забыл. Мы же вас обещали свозить на рыбалку. Отлично. Инженер вас отвезёт. А я, к сожалению, с вами не могу. Срочный выезд. Хранитель музея отравился, сварил отраву по старинному рецепту. Вот такой у нас краевед. Я с вами. Могу? Ради любопытства или по какой другой причине? Могу я узнать? Или это секрет? Ладно. Вы всё-таки гость. Сейчас поедем. Но сначала я съем котлету. Из коровы. Которая умерла не напрасно. А вы брата. Я вас раньше никогда не видела. Это она вам сказала, что я её брат? Брат. Надо же. Она всё ещё меня любит. Какая пошлость. Почему? Почему пошлость или почему всё ещё любит? Почему? Ну, она жена моя бывшая. Мы пара. Я скотина. Она хозяйка. Почему врач не идёт? Вам нужен врач? Господин мэр. Да, это я. Я дозвонилась в область. И что? Вам лучше самому туда позвонить. Ясно. Утрата доверия. Вопрос решён. Господин мэр, позвоните. Да, лучше самому звонить. Можно я домой пойду? Меня девушка искать будет. И голова болит. Не торопись. Я ещё не решил, что с тобой делать. Хотел, чтобы меня резонансом смело. Опоздал ты протоплазма. Давай колись. Кто тебя подговорил? Начальник моей полиции? Да я понятия не имел, что это ваша машина. Ну... Не люби мне мозг. Да честное слово. Мне всё равно было. Так... Ты что, из этих? У которых вместо инстинкта самосохранения инстинкт саморазрушения? Я должен был сразу понять, как ты под меня кинулся. Зачем? Низачем. Я тебя сейчас утоплю, отвечай. И что? Видите? Что я там должен увидеть? Там дальше ничего нет. Пустота. Так какая разница? Господин мэр, можно я домой пойду? Ты хоть голосовал за меня? Спасибо вам за помощь. Сестра опять не спала всю ночь. Я не могу смотреть, как она мучается. Она, конечно, не подаёт виду, улыбается всё время. Всегда к вашим услугам. Мы каждый день на этом месте. Спасибо. Утром видел цветы под твоей дверью. Выглядела как на могиле. У меня сегодня день рождения. Поздравляю. Какого врача ты ждёшь? Послушайте, это ваша сестра? Жена ваша? Или кто-то сказала про врача? Ну вот. Плакса. Я дома. Я тоже дома. Опять? Врач же запретил тебе. Буду прямая. Чего ты там всё время ищешь? Ничего. Господи. Ну, не ругайся. Не поела опять. Ну, аппетит совсем не было, моя хорошая. Потом поем. Ну, это просто смешно. Нет. Да нет. Ты даже не думай. Ну, что там у вас опять случилось? Записку оставил? Да, вон. Ты выпил всё, ни капли не оставил. Еродивые. Чему вы радуетесь? Всё предсказуемо. Живым на тот свет никому не уйти. Так не барахтайся. Кому-то вот не терпится в этом убедиться. Вы что, им завидуете? Простите? К чему? К тому, что они преодолели внутренний запрет, а вы не можете преодолеть внешний. Вы сейчас про него или про себя? Ну, признайтесь, сколько у вас было попыток? Не ваше дело. Только не называйте это свободой выбора, а то меня стошнит. В чём проблема? Он страдает, ах ты, боже мой. Ему кажется, что ты брезгуешь? Ну, милая моя, если не хочешь, чтобы он тебя бросил, то сделай тебе неприятно. Ничего не гигиеничного. Там всё стерильное. Я тебе это покраслю, товарищ. Ну что, ваша миссия завершена успешно. Дело об очередном ЧП на заводе. Актируем как несчастный случай. Человеческий фактор. Кому-то оторвало руку, кому-то голову, кого-то вообще фарш превратило. Ну, мало ли что случается на производстве. Удачной вам рыбалки. Ещё увидимся. Обещаете? Знаете, о чём сейчас вся современная литература? О смерти. Использует смерть как зацепку, как управдание, как решение всех проблем. Какое-нибудь неуважение к смерти. Вы согласны? Может быть. Опа! Архангел. Это за мной. Уговорила ореликов. Какая любовь. Пойдёмте. Про такую любовь писать надо. За мной. До свидания. Хотя спинни, нарушений. Не,lında нет. Не,гляда, я не знаю. Я этого не страшна безоцепен. Ты не хочешь. Какой-нибудь. Посту моего-то. Если я не знаю. Я не знаю. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Все-таки, я пойду. Я пойду. Извините. Ага, я пойду. Вы высоты не боитесь? Ой, 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 ступеньки кончились. Пускайся, я подержу. Ай, держите! Ай, мамочка! Все, все, поймал. Послушайте, я хочу вам помочь, но я не знаю, что сделать. Я не знаю, это так больно. Нет, не хватает воздуха, но я хочу вам помочь. Здесь столько, сколько указано на вашем сайте. Пересчитай, доченька. Я внимательно изучила инструкцию развести в стакане молока 50 миллилитров средства. Скрытие покажет, что смерть истопила от основного заболевания, то есть от рака легких. Единственное, чего я не поняла, зачем разводить в молоке? Из гуманизма? Из гуманизма? что это у вас за запах машине кольца надо менять я машину взял недорого она после дтп со смертельным исходом не интересовался кто бы мог подумать наш лучший заливщик передовик вам надо рассказать про пожарную лестницу вам как инженеру по охране труда это должно быть понятно слушаю внимательно пожарная лестница необходимо при пожаре часто это ваш единственный путь к спасению если вы будете лазать по ней за дня в день просто так потому что вам так вдруг захотелось это будет выглядеть и глупо и несерьезно а если у вас квартире пожар то у вас просто не будет другого выхода кроме как воспользоваться пожарной лестнице он Субтитры сделал DimaTorzok Марио Дель Монак Вышел петь Отелло с белыми руками Без грима Ему это все сошло с рук Отелло Мавр с белыми руками И ничего А я только простудил горло Ваши комнаты уже готовы Вам так будет удобно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что предпочитаете удочку или спиннинг Мне все равно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Дима Торзок Назывался электрический скат До изобретения электричества Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Разрешите Дима Торзок Кому сердино повесится, тот не утонет Благодарю вас. И я вас благодарю. Жду вас завтра, здесь же и в этот же час. Предупреждаю, святы за мной. Если вы настаиваете. И не шалите со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Стоять, тихо, 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 тихо. Так, хорошо, иди сюда, тихо. Не хлопай глазами, поехали отсюда. За мной. Ты не волнуйся, я тебя не брошу. А где твоя мама? Умерла? Умерла, умерла. Иди, не оглядывайся. Как ты меня нашёл? Где твой? Ты что-то знаешь? А ты чего напряглась? Думаешь, у него наконец получилось? Без тебя? Я всегда говорил, любовь – это чувство одного человека. Зачем ты за мной охотишься? Что тебе надо? Домой я не вернусь. Это понятно. Имею в виду, вами решено заняться. С вами будут бороться. И это серьёзнее, чем ваши протестные плакаты намного. Спасибо, что предупредил, только это ничего не изменит. Хорошо, что тебя не видит твоя мать. Мы никого и не просим гордиться нами. Давай на береганке. Кто раньше? Не притворяйся еродивым. Рисуй дальше свои картинки. Пусть они сделают тебя бессмертным. Держи. 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 Рисуй. Третья. Рисуй. Да, ведь. Третья. Рисуй. КОНЕЦ 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 Я вас понял, господин мэр. К сожалению, все продано. Очень большой спрос. Следующая поставка через три недели. Очень сожалею. КОНЕЦ Я думала, ты меня бросил, оставил одну. Это вышло случайно. Будет еще время у меня оправдаться. Я так понимаю, мы пока на паузе? Да, пока ее отца не выпустят. Папа бы уже был на свободе, если бы у него было бы это. Ты хочешь, чтобы мы подкупили полицейских? Я мешаю вам, вы и решайте. КОНЕЦ Когда они уйдут? Что им здесь надо? Станно спеттандо илсо фратэлло. Проклятие! Только зрители мне тут не хватало. Стай транквилло. Нон авер паура. КОНЕЦ Сколько радости. Полнота жизни. Неужели это все он? Пойдем. Брат говорил, что у него ненормированный рабочий день? Жди. Они расставались. Не факт, что надолго. Но он предчувствовал, что нас совсем смотрел ей в лицо. Чтобы запомнить она, шутила, можно я тебя съем? И он держал голову немного вверх. Но все равно дурацкая слеза перекатила через край века. И он, смущенно улыбаясь, сказал, что слеза из внутреннего края глаза. Это значит, человек плачет, а слеза из внешнего края глаза. Это так вот просто ничего не значит. Неужели только крик? КОНЕЦ 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 Что-то происходит? КОНЕЦ Вам уже пора. Они повстречались через 32 года. Оказалось, что жизнь длиннее, чем насовсем. Она его не узнала, и он по ходу разговора вернула. Можно я тебя съем? И она смотрела немного вверх, но чувствовала, что слеза уже течет скоро. Кончится век, как же город и крыль. Ладно, это не главное, скажи мне еще раз, что слеза из внешнего края глаза. Это значит, человек плачет, а слеза из внутреннего края глаза. Это так вот просто ничего не значит. Постой, ты, кажется, перепутала. Но это не страшно, это не важно. Важно, что мы с тобой проснемся завтра утром. Что мы с тобой живем, по крайней мере, дважды. Что мы с тобой живем, по крайней мере, дважды. А кольца пропускают. Скажите что-нибудь. Наша встреча – это судьба. Я так счастлив. Как хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!